20 мая в журнале Forbes вышла публикация под заголовком «Дэфи меняют глобальные финансы быстрее, чем ФРС США может печатать деньги». Это один из случаев во время пандемии коронавируса, когда все чаще звучат слова о том, что мир кардинальным образом меняется, а новые технологические решения начинают прочно входить в жизнь человечества. Так мы становимся свидетелями перестройки мировой финансовой инфраструктуры, в которой все более значимую роль начинают играть децентрализованные финансы. «Дэфи» Под «Дэфи» чаще всего понимают различные приложения на базе блокчейна и эфириум, которые предоставляют пользователям большой спектр финансовых услуг. Проекты на рынке «Дэфи» начинают решать те задачи, с которыми не справляется или делает это менее эффективно традиционная финансовая инфраструктура. При этом нынешняя политика ФРС США, которая создает все больше риск сильного обесценивания доллара США и возможным введением отрицательных ставок доходности по государственным облигациям и банковским депозитам, способствуют росту популярности «Дэфи». Например, в случае с долларовыми стейблкоинами, образующийся спрос на американскую валюту в «Дэфи» сфере и вне ее, может в итоге оказаться инновационным инструментом для работы ФРС США. Так, развитие рынка стейблкоинов может снизить риск обесценивания американской валюты, но до тех пор, пока ФРС США не решит запустить собственный цифровой доллар. Разнообразие провайдеров «Дэфи» услуг важно и с точки зрения эффективности конкуренции. То, что такое соревнование с «Дэфи» развернется, не остается сомнения, и пользователь новой финансовой эры сам определит, что ему больше подходит. При этом классическая финансовая инфраструктура будет либо интегрировать «Дэфи» решения, теряя свои многие посреднические функции, либо будет сходить на нет. «Дэфи» по своей природе способствует развитию решений по состыковке различных блокчейнов, так как выстраиваемые финансовые коммуникации связывают в единую экосистему различные криптовалютные проекты. Так, PBTC токен уже совместим как с блокчейном эфириум, так и с селс, и данная тенденция со временем будет все сильнее. Другой пример – платформа «Макетпик», которая заявляет об амбициозных планах стать «Дэфи» супермаркетом для создания криптоактивов. Примечательно, что по итогам апреля объем привлеченных средств в проекты «Дэфи» оказался на 56,01 больше, чем в марте – 4,84 миллиона долларов США против 3,1 миллиона. Причем на «Дэфи» приходится почти 40% всех инвестиций, которые идут в различные стартапы-криптосферы. Это самая большая удельная доля. Именно этим можно объяснить рост популярности платформы «Макетпик», нативный токен которой был на этой неделе добавлен на популярную корейскую криптобиржу «Пробит». Биржа «Пробит» входит в топ-5 по популярности в Южной Корее. Примечательно, что именно на этой бирже было завершено более 200 раундов I.O., и на данный момент на бирже предоставлено более 300 торговых пар. Видимо, именно поэтому «Макетпик» выбрал данную биржу для листинга своего токена. «Макетпик» действует по принципу «финансового супермаркета», где благодаря децентрализованным финансовым сервисам DeFi все настроено для работы с вашими криптоактивами. «Макетпик» — это all-inclusive в мире финансовых технологий и криптобизнеса. «Макетпик» — это банк идей, фабрика ценностей, DeFi супермаркет, криптолаборатория и блокчейн-акселератор на одной платформе. «Макетпик» — это твой социальный лифт в мире криптовалют. Всю подробную информацию о DeFi платформе «Макетпик» вы можете найти в официальных русскоязычных социальных сетях. Регистрируйтесь по ссылке в описании к выпуску и присоединяйтесь к команде.